Уже вскоре в парке морской славы, это в микрорайоне Канищево, появится храм в честь равноапостольного князя Владимира и святого адмирала Федора Ушакова. Ведь инициатива по строительству церкви исходила от Совета ветеранов военно-морского флота. Территория, отведенная под храм, находится на окраине сквера и составляет 1200 квадратных метров. Эта территория, конечно, будет долго устраиваться вместе с храмом. И, собственно, сегодня такой первоначальный этап, поскольку в апреле совсем недавно было получено разрешение на строительство. И закладка капсулы приурочена к торжествам тысячелетия представления святого равноапостного князя Владимира. Капсулу с историческим посланием к потомкам заложили два митрополита – Рязанский и Касимовский Вениамин, а также Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Напомним, что храм будет двухуровневым. Его строительство на территории парка вызвало протесты некоторой части жителей Канищева. И вот народу, мне кажется, просто вели народ, это часть народа, вели заблуждение. Потому что парк и храм – это будет очень прекрасное место. По северной окружной дороге, когда въезжаете, и будет храм, и наш квадр, наше полностью Канищево, начинается с храма. Здесь же очень прекрасно. Здесь заливные лука, чистый воздух, колокольный звон будет звучать. Конечно, вот когда объявили здесь строительство имени выдающего, конечно, это для нас все же чист. Это впервые в русской церкви канонизировали воина, воина. Ну, адмирал Ушаков, он провел 39 сражений и боев, и ни в одном не потерпел поражения. Кстати, в эту субботу прошла еще одна церемония заложения капсулы. Рядом с перинатальным центром возведут храм преподобного Пимена Угрешского, который считается покровителем больных онкологий. Как отметил прибывший с визитами митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, закладки фундаментов двух церквей в Канищево по всей Рязанской области начали праздновать тысячелетие с момента кончины князя Владимира, крестителя Руси. В музыкальном театре состоялось торжественное собрание православного духовенства, представителей общественных организаций и простых горожан. Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов поздравил всех с началом памятных мероприятий, посвященных святому равноапостольному князю Владимиру, а также закладкой двух новых храмов в областном центре. Я уверен, что здания храмов станут настоящим украшением нашего любимого города, но уверен, что здесь также будет происходить самое главное – будут украшаться наши души, когда мы будем молиться за сохранение и процветание нашего любимого Отечества и нашей любимой Рязанской земли. На встрече выступающие деятели церкви отмечали исключительную значимость решения русского князя Владимира Красное Солнышко о принятии православной веры, ведь это тогда, тысячу лет назад, послужило фундаментом к собиранию разрозненных земель и созданию единого мощного государства. Поглядываясь на ушившие столетия, мы с уверенностью свидетельствуем, что это был верный выбор, и не было бы православия, не было бы великого наследия духовного, культурного, исторического, археологического. Историческое решение великого князя Владимира о принятии православной веры можно оценить лишь спустя много веков. За это время Россия на базе полученных общемировых ценностей далеко шагнула в своем развитии, являясь и до сих пор высокоразвитым государством.